Вот такая полоса для разгона спортивных успехов юных жителей Огудневского. Импульс к развитию получил стадион физкультурно-спортивного комплекса «Селена». Здесь состоялось открытие современной беговой дорожки длиной 400 метров. Сделали все возможное, чтобы у вас появился такой замечательный объект. Я посмотрела, здесь современное покрытие, которое позволит вам заниматься легкой атлетикой, футболом, большим феннисом. У вас очень динамично развивающиеся поселения и социально направленная политика поселения даст возможность вам быть только впереди и быть всегда победителями. Я вас с этим поздравляю и успехов вам, дорогие ребята и педагоги. После открытия дорожки – пробный забег от учащихся местной школы. Вот уже 10 лет инфраструктура стадиона постепенно развивается. Не так давно здесь была реконструирована хоккейная коробка. На площадке появилось современное покрытие, а также оборудование для баскетбола, волейбола и даже большого тенниса. Хоккейную коробку полностью переделали. Внутри сделали резиновое покрытие, где располагаются три спортивные площадки. В летний период можно будет играть. Это баскетбол, это большой теннис, это волейбол. Новой дорожки, по словам тренеров спортклуба «Селена», особенно не хватало для сдачи норм ГТО учениками местной школы, которую посещает порядка 400 ребят. Когда я стал работать в школе, сразу стал вопрос о сдаче норм ГТО. Завод школьных условий было очень трудно. И вот здесь поставили прекрасный комплекс. Бег 100 метров, можно 60, круговое, можно, по 1000 метров. В этом сельском поселении очень хорошо сконцентрированы все силы Совета депутатов и главы поселения на реализацию наказов и собирателей в рамках исполнения именно социальной направленности. То есть это у них идет программное исполнение бюджета. То, что у нас сейчас все бюджеты именно программно исполняются, и в рамках этого программного исполнения возможно такое поэтапное формирование, ну, такого вот облика поселения, в том числе и по объектам спорта. В перспективе спортивная инфраструктура поселения получит еще одно большое подспорье. В 2017 году здесь планируют завершить строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». 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 Продолжение следует...